Сзади его вальнул. Так, 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 где он? Что-то прям немножко он отошел, и... Получается так, что... Появляется сообщение о возможной дезинхронизации из-за того, что... Да что ты будешь делать? Чего он мечется, как... Как таракан? Ну давай, кидай! Слава богу. Ммм... Потерян союзник. Что-то я не пойму, почему он нож не может кидать нормально. Или быстро должен. Очень странно. Хорошо, что здесь нет задания на стопроцентную синхронизацию. Мол, не упустите союзника. Ладно, сейчас еще разочек попробуем. Так, где мы появились? Да, вот снова здесь бежим. Ммм... Так, ну сейчас он обратно. Так, сейчас он тут опять посуетится. Все правильно. Ассасин! Так, у меня ножи стоят. Убил. А, я просто далеко туда, наверное, вперед побежал от него. Блин. Они не должны нас схватить. Ну где ты? Так, чекпоинт у нас. О! Но, тем не менее, разные звуки у нас. Так, где они, где они, где они, где они, где они, где они? Он убил твоего брата, Малико и сотни других. Он безумец. Безумец с армией. Он умрет. Он за все заплатит. Сюда. А причем странно, я получил удар от какого-то ассасина. И мне даже здоровье не на йоту не уменьшилось. Так, снова они, да? Так, давай-ка... Ну давай, блин. Че с ножами я не пойму вообще? Ну кидай! Понятно, через режим заметных действий. Он как-то проще получается это все делать. Я просто проходил мимо. Ты нормальный язык, понимаешь? Подходи, следующий. Блин, странно. Почему через режим незаметных действий это не получается? Хотя тоже возможно же. Так. Смотрите, сколько завалил. У-у-у! Да ладно, все, конец. Пора уходить! Так, в принципе, все просто. Пора уходить! Какого-то чувака. Ну понятно. Пора уходить отсюда! Просто через режим незаметных действий. И к тому ему нужно пригнуться, прежде чем нету нож или ножи. Через режим заметных действий намного все быстрее получается. Ты не сможешь скрыться! Ни от нас! Ни от своей лжи! Мария. Любовь моя. Да, Мария погибла. Но зато спасли Дарима. Но зато спасли Дарима. Еще одного сына Альтаира. Вместе с ним сбежали из этого Массиафа. И что, теперь мы возвращаемся в реальную жизнь? Или по-прежнему играем? Да, в реальную, по всей видимости. И опять такая достаточно долгая загрузка. Так, ну, три ключа у нас уже есть. Сейчас будем искать четвертый ключ. Так, капитан этой базы известный трус. Но на самом деле... А, вот и последовательность пятая завершена. Поздравляю всех. Сейчас примемся за шестую. Отличные новости, Клаудия. Теперь у меня есть имя злодея. Мануил Палеолог. Это племянник неизложенного византийского императора Константина. И я уверен, что тамплиеров возглавляет он. Осталось допросить предателя Янычара Тарика Барлетти. И выяснить, где собирается армия тамплиеров. Пока же мы с Софией пытаемся выяснить, где спрятан последний ключ. Я знаю, что с каждой минутой промедления мои шансы уменьшаются. Но ловлю себя на мысли, что мне хочется быть рядом с ней. Слышать ее голос. Видеть, как ее лицо озаряется радостью, когда она рассказывает о своих воспоминаниях. И о любимых книгах. Жаль, что все кончится, когда мы найдем последний ключ. Влюбился, что ли? А что все кончится? Он ее грохнет. Как свидетеля лишнего. Вот он город, красавец Таганрог. Так, новые предметы в кузнецах. Супер. Партянки можно новые приобрести. Так, 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 так. Ну что ж, вот наша цель совсем рядом. Это очень хорошо. Давайте посмотрим. Но так же не ходят. Это европейские правила. Арокко. Интересно. Но, наверное, играть по своим правилам не совсем честно. Став султаном, ты будешь думать иначе. Мне переходить? Сулейман, я понимаю, что тебе тяжело видеть, как мы с твоим отцом спорим за трон Байзига. Дедушка выбрал тебя, а его слово закон. О чем вообще здесь спорить? Когда-то мы дружили с твоим отцом. Но его жестокость и амбиции... Я слышал эти сплетни, дядя. Что ж, мне, барана, встречу с визирями. Продолжим игру в другой раз. В любое время. Тарик продает оружие местному барыге, Мануилу Палеологу. Палеолог? Это не к добру. Последним императором Византии был Константин Палеолог. Если его наследник собирает армию, конфликт неизбежен. Тарик знает, куда отправляется оружие. Если я найду его, то выйду по его следу на византийцев. Он будет в казармах со своими янычарами. Чтобы подобраться к нему, нужно стать одним из них. Не проблема. Газель, добудь все нужные сведения и убей его. Убить? Убить его? Ведь Тарик и твой отец были близкими друзьями, Цунина. Да, были. Но раз он открыто предал Султана, то заслуживает смерти. Интези. На ЭЦУ, наверное, вообще в удовольствие там пришить кого-нибудь в очередной раз. Так, ЭЦУ хочет допросить Тарик и Барлетти на предмет местонахождения армии темплиеров. Угу. Нам нужно будет одеться в янычарскую униформу. Так. Ну... Так. Нам нужно будет убить цель из укрытия. Хорошо, принимаем. Из укрытия, значит, незамеченным. Ладно. Найдите одинокого янычара. Упс. Что тут? Ящик. Да, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, звание у меня еще ассасины параллельно получают, выполняя мои задания. Ну, раз они все вернулись, значит, мы сейчас... О! Кстати, цельная бомба-обманка. Это неплохо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, бы поаккуратней. Надо будет их отправить на что-нибудь уже посложнее. Вообще нужно отбивать эти базы тамплиеров, ибо... Я не верю своим глазам. Отлично. Девять фрагментов из ста. Ну, скоро, наверное, мы разблокируем. Неплохо для таких лет. Там вот второй вход на этом острове. Так, что у нас... Здесь. Угу. Тарика Барлэти. Кстати... Прекратите. Мне кажется, все-таки придется, наверное... Где там на другой берег, что ли, бежать. Да, глядите-ка, здесь ты просто так не пролезешь. Почему нет? Вот здесь можно это сделать. А, кстати, давайте по карте посмотрим... Какие поблизости есть у нас... Магазины. Да никаких. Вот тут банк был. Ну, ладно. Ладно, фиг. С ними. В общем, сейчас... Совсем будем заниматься другими вещами. Все, входим в эту зону. Так, из укрытия. А как же из укрытия-то нам...